Доброго дня, радости, братья и сестры! Сегодня снова воскресный день, уже осень, уже время нового сезона. Сезон, когда обязательно мы подводим какие-то итоги, итоги лета, итоги тех добрых дел, которые мы летом делали, и праздник Жатвы, который, в общем-то, не только то, что вырастили на огородах, на участках своих, но и также мы обязательно будем и духовные наши плоды вспоминать те Божьи благословения, которые у нас есть. Зовут меня Михаил Иванович, я пастор Евангельской Церкви из России, и передаю также всем Божьи привет и благословение Божий, наш привет и Божий благословение, вот так, правильнее. И в Турции, Володя, Ольга, Рафаэль, и в Москве у нас кто находится. Мы рады, что всех вас Господь любит, благословляет, и, конечно же, ваша жизнь пусть будет посвящена тем милостям Божьим, которые будут еще впереди, многие будут еще впереди. Сегодня у меня нет, как таковой, большой проповеди, я единственное, просто напомню, те моменты, которые нам необходимо сегодня духовно посмотреть. Почему нет большой проповеди? Ну, потому что сегодня у нас преломление, мы в этот день более славим Господа, и домашние группы, и молодежь, и дети, и все поют, все славят, стихи читаем, свидетельствуем. То есть посвящаем этот день, мы более такого, знаете, состояния нашего духовного, желания быть ближе с Иисусом, быть более с Ним в таком общении, прославлять Его. Так что проповедь, как таковая сегодня, конечно, в собрании звучала, но мы все-таки неделю имели добрую, хорошую, началась неделя с рождения внука. Я очень рад, пусть Господь благословит и сын Алексея, и его жену Анну, чтобы Бог не только давал им детей, но и давал благословение во всю жизнь, воспитывать детей, научать их доброму труду со временем на Ниве Божьей. Когда мы учим, знаете, вот детей, Слову Божьему мы учим выполнять, мы учим, чтобы они жили этим Словом, само по себе Слово Божье, оно всегда сила. Вот некоторые, как-то, знаете, вот люди не очень Слово Божье любят для себя использовать. Вот сегодня уже ко мне подошли по поводу, переживают некоторые верующие еще по поводу вакцины. И я им объясняю, говорю, ну вот посмотрите, ну вот есть вакцина, да, но кто поставит ее, кто хочет ее поставить, допустим, да, верующий, возьми Слово Божье. Слово Божье говорит, смертоносное выпью, не повредит мне. Это же смертоносное, это же, ну, сами понимаете, вакцина, маленькая часть смерти вот от этого вируса, живой там действует, маленький, но все равно смерть несет. Поэтому Слово Божье говорит, что смертоносное выпью, не повредит мне. Вот, возьми это основание, доверяй Богу, поставил вакцину, значит, жив будешь, эта смерть тебе не повредит. А если кто не будет ставить вакцину, возьми Слово Божье, где написано, что на Господа полагаюсь, на Него уповаю, что не боюсь смерти, не боюсь умереть. То есть есть вот много мест в Писании, которые можно всегда взять в основании, веру свою проявить. Но если ты никак не проявляешь, ведь даже проповедники сегодня иногда ругают проповедников, ну, там, слабые проповеди, сильные проповеди хочется более услышать. Так ведь, братья и сестры, смотрите, мир-то вокруг проповедников, что такой позитивный, что ли? Прямо так я его, весь этот мир наполнен людьми, которые бегут в церковь, на покаяние, что ли? Вы сколько видели людей, выходящих на покаяние? Уже давно не вижу их. Я уже не вижу. И что мне сегодня это скрывать и говорить? Ой, вы знаете, у нас, а хорошо, люди каются, да не каются люди. Обнаглели, я вообще считаю, люди сегодня в отношении с Богом наглые стали, бессовестные, пользуются всем Божьим, не благодарят, ничего не делают. Но, в принципе, я не удивляюсь, Слово Божье ведь об этом-то и говорит нам, о том, что в последние времена будут тяжкими, и люди будут вот такими, а они будут более злыми, более вот такими, знаете, неблагодарными. Вот, вот, хорошее слово вспомнил. Неблагодарными. Бог дает, Бог защищает, Бог благословляет, а они не благодарят. Не идут на покаяние, не идут в церковь, какие-то свои все позиции выдерживают в этом мире. А с Богом-то как? Вот, ну, есть воскресный день, ну, приди ты в церковь, ну, приди на покаяние, попроси у Бога прощения, ну, столько ты грешишь. Нет, не хотим, нет ничего, нет такого желания. Так что, конечно, вот в этом мире мы живем. И как вот проповедникам тоже легко думаете? Думаете, каждому проповеднику сегодня вот так это просто служить Богу, прям все вот вызывают у него прямо желание проповедовать, что ли? У нас сегодня в обществе проповедники не очень востребованы. Востребованы политики, востребованы экономисты, там, ну, я не знаю, кто его востребован. Причем проповедники-то не востребованы. Вот почему мы и говорим о том, что то время, в которое мы живем, оно, понимаете, не специально такое для тебя, но ты должен быть для этого времени готов. Вот как Ной, да? Вот Ной, он что, находился в самом лучшем времени, что ли? Ну, согласитесь, ну, как Господь говорит, в это время стяжили тоже для себя. Женились, строили, там, все делали, и не думали, что придет на них потом. Вот об этом-то Бог говорит ведь, правильно, Иисус это говорит. Он говорит, ну, посмотрите, что вы хотите. И последние времена Господь говорит, и будет так же. Так же они тоже будут думать, что они строят дома и будут в них жить. Они создают семьи и думают, что эти семьи будут иметь детей, и будут иметь все доброе и хорошее созидание. Вот они так же этим живут, не понимая, что идут они все в погибель, идут они все к разрушению, к тому, что ничего нельзя будет получить, построят дома, а жить будет некому. Создают семьи, и они будут распадаться. Будут рождаться дети, и они будут изначально уже сиротами при одной матери. Понимаете, вот это действительно при живых-то отцах. Вот это все сегодня, ну, вы сами видите, мне не стоит быть критиком этого времени. Да и смысла критиковать это время я не вижу. Для меня это время другое. Для меня это время, когда я духовно ближе хочу быть с Богом. Для меня это время моего хождения в Иисусе, в вере в Него, в Его имени. Нас зовут христиане, не случайно. Да, обзывают иногда, знаете, сектанты, там еще кто-то, но Господь нас зовет своими детьми. И как бы меня ни обзывали, это не останется со мной вечно. А вот то, что мое вечное, ну, там, на небесах, я туда складываю все, и свои молитвы, и свои труды. И вас тоже призываю, придя на небо, каждому Господь вас дает по справедливости. Очень много людей всегда вас требуют, когда мы проповедуем, что Иисус – любовь, да, вот всем очень хочется любви, хочется, чтобы Бог проявился в любви обязательно к ним. Да, это так, он есть любовь, ну, не бывает, чтобы он любил тебя меньше или больше, он максимум любви, да, совершенная любовь. Вот у нас любви не хватает, вот у нас не хватает и любви к Богу, и любви к людям. Это так, это правда, я никогда не скажу, что ее у нас вообще нет. Есть, конечно, любовь есть, мы любим наших детей, внуков, мы их любим, близких. Ну, вот на все и на всех, конечно, любви мало. Поэтому, сконцентрировая сегодня свое отношение к Иисусу, да, вот я и ты, мы сможем вот эту любовь более проявить, более действенно. Также на этой неделе я послушал наших братьев и сестер, молитвенников международного служения, о чем молитвы сегодня в церкви по всему миру. Наши молитвы, ну, они ощутимо совпадают, это, конечно, переживания за спасение людей, за то, что сегодня происходит. И очень много есть молитв сегодня за Афганистан. Вообще, Афганистан стал, знаете, таким хорошим примером этих дней, и вот продолжается этот пример, вот окончание всего, что на земле. Знаете, за короткий период из страны, которая пыталась строить там отношения, какие-то законы, какие-то демократию или еще что-то, моментально за какой-то короткий период, вся масса людей, вот эти все люди, они как с ума посходили, понимаете, они стали этими бесами, настолько одержимы, что начали убивать друг друга, начали уничтожать. И вот, понимаете, никто не может их остановить, никто же не может остановить. Столько вокруг людей, которые здравые в обществе, да, в мировом, они не могут остановить, это безумие, все, что там происходит сегодня. И вот христиане, они очень это остро, как бы реагируют, реагируют, братья и сестры, очень остро. И, конечно, это яркий вот показатель для тебя и для меня примера, что зло, оно не только агрессивно и сильно, оно и быстродейственно, понимаете. Вот, как там, одна женщина, вот она рассказывала, в Кабуле, там, в столице, да, Афганистана, и вот, говорит, забегают, там, знакомые, говорит, все, убегаем, эти, говорит, уже исламисты, говорит, уже террористы, уже, говорит, уже в городе, говорит, уже в городе. Он говорит, я схватил, что было, только сумку, сумку, говорит, свою, и у меня даже времени нет домой, говорит, забежать, забрать вещи какие-то, собрать что-то, чемодан. Тут же вот сумочка, женская, да, схватила, говорит, и бежать в аэропорт, а там и улететь-то невозможно. И вот, и вот действительно так вот и происходит, что у многих христиан есть такая информация, да, понимание последних времен, что они ожидают Христа, молятся за это. Ну, ковчег-то не строят, ковчег-то нужен, ковчег-то нужен твоей семье. Ну, реально ведь, посмотри, вот, когда Господь сравнивает последние времена со временами Ноя, ну, сколько людей там жило, миллионы, а спаслось восемь, и это семья, это семья, понимаете? Вот, и это неделю мы посвятим молитве за наших родных и близких, за свои семьи, за их спасение. Ну, что, во-первых, нужно быть живыми, да, иначе есть сегодня, ну, столько смертей, столько аварий. Я вот так смотрю, вот, с лодком, у нас вроде вот не война, да, в России, но каждый день 50-60 человек гибнет на дорогах. Причем, это, знаете, жестокие такие аварии, то есть люди просто разбиваются в хлам, просто, не просто, знаете, вот авария там, чтобы люди сколько-то еще пожили, а просто, ну, в хлам разбиваются, там, сгорают заживо, там, жуть что-то творится. И молодые, семьями. Это кошмар какой-то. И вот всегда на это смотришь и думаешь, ну, как, ну, как же люди не ценят жизнь-то? Что ж так? Ну, машина вот железная, им кажется, что они, что ли, железная, но машины разбиваются, и они в них погибают. Это очень, конечно, все плохо, как, знаете, один человек написал там в комментариях на все эти аварии, он говорит, если б я, говорит, был президентом, я бы отменил все машины, идите пешком. Ну, безысходность, да, безысходность, она сегодня, вот идет от того, что я и сказал, в начале неблагодарности людей, от их хамства, от их наглости по отношению к Богу. Они хамят верующим, они обзывают их сектантами, они церковь ни во что не ставят, проповедников не слушают. Это хамское, наглое отношение, они думают, за это не придется платить, за это не придется ответить. А ведь придется, и очень, Слово Божие говорит, что не просто это, знаете, вот ответ будет такой, ну, временный, пожурил Бог и все. А ответ будет очень серьезным, вот вечной мукой, вечной мукой, вечным страданием. Вот такой ответ. Когда мы об этом говорим, мы говорим, да не пугайте, зачем вы нас все время пугаете? Вот посмотрите в Афганистан, посмотрите в другие места, где дьявол проявляется, да, так сильно, вас это не пугает, да? Вас не пугает вот сила сатаны, сила его быстродействия и уничтожения людей, вот так вот целенаправленно, не случайно. Ведь дьявол представлен в Слове Божьем как убийца, понимаете? Он не представлен как, знаете, ангел, который там спал с неба, он, знаете, так, ну, там пел на небе, сейчас поет на земле, правда, другие песни. Нет, он представлен как убийца, жестокий, и убийца, который не смотрит, ребенок это, не ребенок, женщина или старик, делал убивать всех, или молодежь. Вот, а люди потом приходят и говорят, где ж вас Бог-то, ну, что ж не защитил, вот, сегодня вот разбились там молодые парни на машине. А этим молодым людям папа с мамой дали возможность познакомиться с Богом. Они им рассказали о том, что они не вечно на земле. Ну, проще говоря, родители их научили умирать? Нет. Их родители не научили умирать. Их родители научили шикарно жить. Машина уже, значит, что-то не то, стремление к роскоши. Вот, хотя сегодня, наверное, она уже и средства передвижения больше. Но, на деле, это реальность ведь такова, что молодые люди не ценят, не ценят ни себя, ни общество вокруг. Но это не все. Очень много, вот, и верующая молодежь, я благодарен Господу за нашу молодежь, верующих, и вообще вообще все хорошо. Так что, братья и сестры, эти дни у меня, они, как бы не было вокруг, все сложно и проблемно, и столько людей погибает. Но для меня это дни созидания. Все равно это дни, когда Бог что-то доброе и хорошее делает в твоей жизни. И это на фоне вот этого общего зла, очень такой контраст, контраст, знаете, вот радость от Бога, когда вокруг столько горя, когда вокруг столько бед, а тебя Бог хранит. Вот это, знаете, есть за что Бога благодарить. Вот мои уста, вот я благодарный человек. Некоторые спрашивают, как вот ты так живешь, что, ну, одним днем, и вот не думаешь о будущем. Я думаю о будущем, но я думаю о небе. Я очень благодарный Богу. Я за все благодарю. Бог что мне дает? Я всегда благодарю. Рождается вновь, я Бога благодарю. Братья и сестры, вы у меня есть. Я за вас Бога благодарю. Я это делаю, понимаете, я делаю, потому что я знаю. Мы с вами очень приятны ему, как те, которые ему поклоняются, которые его любят, которые ему послушают. Вот это очень важно, понять его волю и быть в ней, вот быть послушным. Поэтому сегодня у меня нет как таковой большой проповеди, но есть вот такие слова каждому из нас. Если ты сегодня с Богом, как у нас есть гимн, если ты сегодня с Богом, славен твой конец. То есть, понимаешь, спасательная вера, спасающая вера, вот так правильно сказать. Спасающая вера, вот что меня сегодня наполняет. То есть, я знаю свое будущее. Оно прекрасно, оно небесное. Так что, дорогие братья и сестры, я еще раз хочу вас поддержать. Даже если наступила осень, и мы с вами закончили лето, благоприятную погоду. Это не значит, что благоприятности не будет в нас. Сегодня вот здесь, в нашем сердце, должно гореть. Должно гореть. Пламеет оно должно Духом Святым. Чтобы быть жертвенными, приносить Богу хвалу и иметь благословение. Ну что, я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам Божьих благословений. В следующий раз, надеюсь, уже поделиться с вами продолжением изучения Слова Божьего. Но на сегодня еще раз хочу вам сказать о том, что молитесь за своих родных и близких. Даже за детей, даже за маленьких, даже еще, которые у вас чревище нерожденные. Молитесь, доверяйте Богу. Пусть ваш дом служит ему, и все ваши близкие будут спасены. Мне это очень хочется. Пусть наши молитвы в этом будут всегда услышаны. До новых встреч.